Итак, ребята, сегодня нам нужно будет оценить новые дома в Брукхейвен. Так, ребята, я уже в Брукхейвен, и сейчас я хочу оценить новые дома. Да, именно дать им цену. Кто помнит, у меня выходило целых два видео на эту тему, когда мы с Владом вместе сидели и давали стоимость всем домам в Брукхейвен. Ну, а сегодня я хочу как раз-таки дать стоимость вот этим последним трем новым домам. Поэтому погнали, давайте возьмем место, да, из аккаунта Влада. Все потому, что... Посмотрите, какой Влад красивый, да? Все потому, что у Влада есть этот геймпас. Да, и давайте тогда возьмем вот этот первый дом, выберем первый дом и посмотрим, что у нас вообще тут есть. Этот дом точно, мне кажется, самый большой дом вообще в Брукхейвене. Он просто реально гигантский, и стоить, конечно, он будет супер дорого, мне кажется. Итак, забегаем вот сюда, и давайте посмотрим. У нас здесь просто все супер такое новое, крутой интерьер, да. У нас вот такая вот реально клевая кухня большая, да, и здесь у нас вот такая гостиная. Также у нас еще здесь библиотека и вот такая рабочая зона. Очень прикольно, на самом деле. Если спуститься вниз, то внизу у нас просто гигантский-гигантский гараж, да, и, в принципе, очень большое пространство. Сразу видно, знаете, для каких-то суперогромных дорогих машин. Плюс у нас здесь спортивный зал, да, и здесь у нас есть вот, если поотжиматься, вот такая вот секреточка сейчас откроется с сейфом. Вот такая секреточка с сейфом у нас здесь, ребята, кто не знал, пишите в комментариях, но, думаю, знали уже все. Ну, а я поднимаюсь на второй этаж, получается, и давайте посмотрим, что у нас здесь в комнатах. Здесь у нас вот такая спальня. Обычная, самая обычная спальня. Здесь, в принципе, точно такая же, и здесь вот такая вот ванная. Тоже самое обычная, но красиво все сделано, все супер выглядит. Здесь у нас огромная-огромная терраса с бассейном, с гигантским бассейном. Вот такая вот зона отдыха и плюс еще одна зона отдыха, и здесь у нас мини-бар. Это офигеть. Это вообще офигеть. И тут можно сразу подняться на второй этаж и выйти вот на такую террасу и забежать сразу в следующую комнату. Тут уже комнаты чуть-чуть по-другому. Они отличаются от тех, которые внизу. И достаточно большие здесь комнаты и реально клевые. Здесь я сейчас забегу сразу во вторую комнату. Она вообще супер крутая, потому что у нее собственная гигантская ванная комната. Да, здесь вот сразу и душ, и ванная есть. И вот такое просто гигантское зеркало с раковиной. Здесь отдельно туалет. И здесь у нас такой большой, большая гардеробная прям супер. Мне очень нравится. И сейчас сразу покажу тогда следующую, получается, последнюю вот здесь комнату. Это у нас тоже ванная, да. И, блин, этот дом реально супер огромный, потому что здесь 4 спальни, 3 ванны, гигантская терраса, огромная кухня. Еще огромная гостиная, их даже 2 у нас. И огромная зона для отдыха. И что могу сказать, на мой взгляд, этот дом будет стоить супер дорого. Давайте дадим ему 5 миллионов долларов. Да, мне кажется, это прям супер цена для такого дома, я не знаю. Но он стоит прям, он стоит вообще своих денег, он очень крутой. Ну, а вы, ребята, напишите обязательно в комментариях, сколько, по вашему мнению, будет стоить такой дом. Ну, а я меняю и выбираю следующий дом, и это дом-тюрьма. Как оценивать его, я вообще не знаю, но Вульф Пак добавил эту тюрьму в разряд домов, поэтому будем оценивать это как дом. Хотя это реально тюрьма, и здесь нет вообще ни намека на дом, никакого. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас, в принципе, даже лифт есть, офигеть. Здесь у нас тренажерный зал с оружием, с сейфом, но ничего. И здесь мы сразу заходим, у нас огромное пространство. Здесь у нас тоже большой тренажерный зал, это типа как для выгула заключенных в баскетбол. Так, ой, офигеть, я что, кидать прям могу? О, давайте кинем. Нет, смысле не докинуло? Давайте подойдем поближе. Мысли, хорошо, вот так сделаем. Блин, почти, ребята, давайте вот так. Блин, все, короче, меня бесит, но круто, что можно поиграть. Короче, у нас здесь что-то типа такой больничной комнаты, да, если заключенный заболел. И здесь у нас, что могу сказать, тут у нас вот такая вот обычная камера, и таких у нас здесь прям очень много. У нас двухэтажная тюрьма и огромная куча камер. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас просто пустое пространство, хотя это как-то странно. Такое большое пространство и просто пустое. Фиг знает. Но вот здесь именно у нас библиотека получается вот такая вот с книжечками. Библиотека нормальная. И давайте спустимся вниз. Тут у нас куча, 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 да. У нас здесь китчен, это кухня. У меня, знаете, у меня, короче, сейчас просто в голове смешалось ку. Китчен типа че, и получилось куча. Давайте уберем мяч. Здесь у нас куча, значит, вот такая вот. И здесь вот такая есть проходка как раз-таки в нашу секреточку. Очень интересненько. Так что могу сказать? Блин, а как мне теперь обратно вернуться на кучу? Там вот у нас секреточка с потайными ходами, да. И здесь у нас шауэр. Это душ. Что могу сказать? Сколько будет стоить этот дом? Как бы это не дом, это тюрьма, ребят. Кто сказал, что это дом? Но сколько будет стоить эта тюрьма? У нас, кстати, тут есть еще третий этаж. На третьем этаже тоже все для работников. Здесь, кстати, есть еще вот такой типа склад. И посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас вот такая вот типа камера, да, где следят прям за заключенными. Да, вон все в камерах. Здесь следят за заключенными. И как раз-таки здесь выход вот на такой балкон, откуда можно наблюдать за заключенными во время того, как они гуляют. Это прикольно. И здесь даже, смотрите, здесь даже не выпрыгнуть. Вот что это так? Чего? Это паук? Офигеть! Это типа Хэллоуина украсили? Или это такой же паук, как у нас появляется в этом доме? Блин, он такой стрёмный! Почему тут постоянно появляются пауки? Ненавижу пауков. Сколько стоит этот дом? Короче, я думаю, что этот дом будет... Тот стоил 5 миллионов, да, долларов. Офигеть! Окей, этот дом будет стоить, давайте, 1 миллион долларов. Тюрьма достаточно большая, просторная. Что тут скажешь? И у нас пришло время выбрать последний дом. Тюрьму мы оценили в 1 миллион долларов. Предыдущий до этого дом, самый первый, мы оценили в 5 миллионов долларов. И самое пришло время оценить вот этот вот дом. Давайте посмотрим. Дом тоже совершенно новый, очень крутой. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас, в принципе, вот такая вот кухня, да, вот такая вот кухня, супер, неплохая. Да, и вот такая гостиная. Кухня у нас, мне безумно нравится. Здесь у нас выход в гараж. И здесь у нас вот такая спальня. И здесь зона для отдыха. Я не знаю, здесь типа какой-то как пруд, да, это нельзя назвать бассейном, да. Это типа либо как какой-то источник, короче, либо как пруд, да. И здесь такая зона, чтобы загорать. Здесь у нас вот такая красивая спальня и собственные ванные комнаты. Она очень красивая. Да, просто супер, мне безумно нравится. Здесь и ванная, и душевая есть. Короче, все тут есть. А, и здесь еще вот такая вот гардеробная. Достаточно тоже большая, длинная, красивая. И здесь у нас вторая часть получается. Здесь у нас тренажерный зал. Здесь у нас вот такая вот душевая, да, тоже кабина. Вот такой душ. И здесь, что самое интересное, у нас есть еще и сауна. Это вообще прям супер нереально клево, да. Офигеть вообще. Вот такая вот сауна. И тут можно спокойно париться. Это вообще, конечно, клево. Дальше, что могу сказать. Дальше у нас здесь есть также джакузи, да. И здесь такая зона для отдыха тоже. Короче, в общем, выглядит все супер. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас тоже такая маленькая гостиная. Здесь такое небольшое рабочее место. И здесь у нас вот такая ванная. О, ванная, да. Такая комната получается с двухспальной кроватью. И, точнее, с двумя кроватями. И здесь обычная ванная. Вот с двухспальной такой кровати. Тоже большая достаточно. И балкона. Во сколько оценить этот дом? Блин, он тоже большой, но не больше первого. Поэтому он должен стоить дешевле. Значит, логично, что тогда, наверное, этот дом будет стоить где-то 3 миллиона долларов. Мне кажется, это отличная цена для дома. Пишите, что думаете в комментариях по этому поводу. И пишите свои ценники.